Монсанта. У самки развелась гигантская опухоль молочной железы. Два года французские исследователи втайне изучали воздействие на крыс трансгенной кукурузы, обработанной и необработанной гербицидом Roundup. Результаты ужасают. Высочайшая смертность в обоих случаях и ужасные опухоли, говорит доктор Спиру, один из авторов исследования. Обычные исследования проводятся в течение трех месяцев, однако серьезные патологии, и в частности смерть крыс от опухоли, происходит на четвертый месяц. Это означает, что обычные трехмесячные тесты неэффективны, чтобы сделать вывод о воздействии на здоровье генетически модифицированных продуктов в течение длительного времени. Как отреагируют на результаты исследований Париж и Брюссель? Санитарные службы двух стран с ними уже ознакомлены. Экологов же это не удивляет. Карин Лепаж, евродепутат и коллега доктора Спиру, говорит. Мы совершили большую глупость, и теперь я надеюсь, что положение вещей изменится. Я обратилась к 27 министрам стран-членов ЕС и господину Дали, еврокомиссару по вопросам здравоохранения, чтобы обеспечить продление до двух лет исследований всех трансгенных продуктов, потребляемых в Европе. Борьба экологов и противников ГМО с одной стороны и агропромышленников, фермеров и европейских властей с другой длится уже не первый год. В 2010-м утомленная этими сражениями Еврокомиссия предложила компромисс. Она оставляет за собой право разрешать производство и импорт ГМО, но каждое государство вправе это запретить. Лишь в 10 странах расположено 98% всех территорий в мире, занятых генно-модифицированными растениями. Они занимают 160 миллионов гектаров, больше всего таких полей в США. В Евросоюзе лишь 8 стран из 27 выращивают ГМО. 90% приходится на долю Испании и Португалии. В основном это генно-модифицированные кукуруза и картофель. Другие страны, в том числе Франция и Италия, ввели мораторий на ГМО. Исследование французских ученых, которое уже произвело эффект разорвавшейся бомбы, будет изучено Европейским агентством по пищевой безопасности. Каталонцы преградили...